Зачем нужны денежные реформы? Разве мы были единственными? Во всем мире, значит, ну каждый раз какая-то цель преследовалась. Каждый раз нужно. Вот, допустим, Хрущевской, я больше уверен, не нужно это делать было, не нужно. То, что сделал Ельцин для номинации, ну, по-видимому, нужно было, потому что разрослось, люди уже запутались всех. Каждый раз надо все-таки определяться необходимость. Если надо, значит, надо делать. Не надо, не надо браться за это дело. Это слишком болезненно всегда, слишком болезненно. Третья советская денежная реформа возникла как будто бы на пустом месте. Не было войны, не было голода и разрухи. Советские спутники бороздили космические просторы. Постепенно менялся к лучшему послевоенный быт советских людей. Жизнь, как говорится, налаживалась. И вдруг ни с того ни с сего в мае 60-го года вышло постановление Совмина СССР об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами. В мае прошлого года на пятой сессии Верховного Совета СССР товарищ Хрущев говорил в своем докладе. Существующий масштаб цен сложился в годы, когда объем производства, товарооборота и доходов населения был во много раз ниже, чем теперь, и поэтому не соответствует достигнутому уровню советской экономики. Совет министров СССР рассмотрел этот вопрос и принял решение повысить с начала 1961 года масштаб нашей денежной единицы в 10 раз и в связи с этим выпустить в обращение новые деньги. Граждан СССР уведомили, что с 1 января 61 года масштаб цен будет изменен из расчета 10 к 1 и в таком же соотношении произойдет деноминация денежных знаков. В 10-ти кратной пропорции уменьшались цены на все товары, тарифы, зарплаты, размеры пенсии, стипендий и пособий, вклады в Сбербанках, платежные обязательства, договоры и так далее. Эта деноминация вошла в историю как хрущевская денежная реформа. Что же произошло? Трудно найти рациональных обоснований о реформе 1961 года. Ее реформе нельзя было даже назвать, потому что произошел обмен купюр одного номината, на купюру другого номинала и все. Потом изменили золотое содержание рубля, но это ровным счетом никого не волновало, потому что рубль на золото был все равно не разменен. Единственное объяснение, которое может при этом быть, что государство посчитало, что за время после денежной реформы 1947 года у населения, то есть, вернее, у, так скажем, криминальных группировок скопилось на руках большое количество денежных знаков, и надо бы снова провести реформу и эти денежные знаки изъять. Вот, собственно, конфискационный характер этой реформы и должно все объяснить. Конечно, у инициаторов реформы были свои резоны. Один из них сугубо технический. Якобы сталинские рубли стало трудно считать. Народу, собственно, так и объясняли смысл деноминации. На центральной фабрике механизированного учета Госбанка ежедневно обрабатывается до полумиллиона бухгалтерских операций. Что же будет через несколько лет, когда еще больше вырастет наше производство, наш товарооборот? К концу семилетки, если считать по-старому, воловая продукция промышленности составила бы 2 триллиона рублей. Розничный товарооборот вырос бы свыше триллиона. Эти цифры радуют всех нас, но, тем не менее, их трудно считать не только людям, но и машинам. То, что эту реформу называли бухгалтерской, это безусловно, то, что никаких реальных последствий для экономики она не привела. Что касается трудностей счета сотрудников Госбанков, это говорить в тот момент, когда кругом внедрялись электронные вычислительные машины, ну, это просто смешно. Какими мотивами не была бы обусловлена объявленная реформа, тем не менее, в начале 1961 года советский народ увидел денежные купюры нового образца, которым была суждена долгая жизнь 30 лет. Деньги образца 1961 года были схожи с казначейскими билетами и банкнотами образца 1947 года. Сначала шли казначейские рубли, трешки и пятерки, а потом банковские десятки, червонцы, 25-рублевые, четвертные, 50-рублевые и, наконец, сотенные билеты. Традиционную царско-сталинскую расцветку сохранили купюры от рубля до десятки, а крупные номиналы стали выглядеть привлекательнее сереньких предшественников. 25-рублевые банкноты стали фиолетовыми, 50-рублевые – изумрудно-зелеными, а 100-рублевые – песочного цвета. На всех купюрах вместо фотопортрета Ленина в анфас появился его профиль барельеф. Но самым большим их достоинством оказался размер. Все купюры уменьшились в два раза. Не нужно было скручивать их в рулон и распихивать по карманам и другим укромным местам. Были также отчеканены металлические монеты от 3 копеек до 50, а новинкой стал металлический рубль. Сразу же возник спрос на компактные бумажники, кошельки и портмоны. По поводу размера тех банкнот, которые поменяли на новые, это техническое удобство. Ну, может, оно имеет какое-то значение, но из-за этого строить такую вещь, как денежная реформа, ей-бога не стоило. Был у этой реформы один курьезный момент. Дело в том, что авторы реформы почему-то оставили в обращении сталинские двушки и копейки, которые при прежнем масштабе не ценились. А на другой день после реформы их ценность возросла в 10 раз. Кое-кто накануне смекнул, какой профит можно получить от простой операции, собрать мешки с мелочью, а потом обменять их на бумажные деньги. Собственно, на этом курьезе и построен сюжет фильма «Минялы». Все, 23 тысячи. Солидно. Твои 23 тысячи в 2 300 превратятся. Ну что, зато купить на них можно, как на 23 тысячи. Дубина. А копейки твои, то есть теперь уже наши, они без изменения останутся. Соображаешь, поберушка? На них через неделю, как на 230 тысяч, купить можно будет. Что касается того, что не изымали мелкую монету, а смысла никакого не было. А как ее можно было изъять, скажите, пожалуйста. Вот есть монета в 3 копейки. Выпускать монету достоинством 0,3 копейки? Вот как это сделать? Или выпускать монету достоинством 3 копейки, которой меди было бы в 10 раз меньше, чем в предыдущей? Было технически невозможно делать. Вот. Ну что ж, кто-то получил небольшой подарок. На самом деле, все это не очень серьезно, потому что объем вот этих монет из сплавов, из обычных металлов, он крайне незначительный от всего денежного обращения. Это 1-2%, не больше. Так или иначе, но хрущевский рубль стал самым тяжелым в советской истории. Его золотое содержание выросло в 4 раза и составило почти 1 грамм золота, а точнее 0,987 грамма. И по официальному курсу 1 доллар США после реформы стоил меньше рубля, 90 копеек. А бывало он падал и до 65 копеек. Население эти цифры никак не касались. Обменять рубль на золото или валюту было нельзя. Западные эксперты назвали реформу чисто бухгалтерской. Однако советские экономисты защищали ее целесообразность. Что касается целей и результатов реформы Хрущева, то тут трудно о чем-то говорить. Вроде бы свои цели они добились. Старые денежные знаки были заменены на новые. Какая-то часть денег была изъята из обращения, в этом отношении вроде бы все было нормально. Но поскольку эта реформа, как уже было сказано, носила бухгалтерский счетный характер, то говорить о том, что она произвела какое-то позитивное влияние на экономику, не приходится. Товарищ Хрущев сказал также, хочу особо подчеркнуть, что это мероприятие не вызовет никаких потерь ни со стороны населения, ни со стороны государства. Намеченные мероприятия проводятся в условиях большого экономического подъема, прочего денежного обращения и являются результатом достигнутых успехов в строительстве коммунистического общества. Реформа 1961 года самостоятельного значения, на мой взгляд, не имела. Это была практической замены денежного знака с десятикратной деноминацией. А все неприятности начались годом позже. В 1962 году просто случилось первое повышение цен на мясо, масло и молоко. И поэтому как бы это все в одну посуду теперь сливается. Хотя сама денежная реформа никакого такого отрицательного значения иметь не могла. Я знаю одно, что люди, простые люди, вот за счет этой реформы, раз. Второе, за счет того, что он временно поднял цены на мясо, временно, он сказал временно, вот, были крайне недовольны, крайне недовольны. Лук, как стоил, до реформы 20 копеек. И он после реформы 20 копеек. Вот вся эта вот мелочь, вот рыночная особенно мелочь, рыночная, вот, она практически осталась на прежнем уровне. Люди роптали, но в основном тихо, разве что в районах Северного Кавказа и Низовьевдона, где раньше в избытке продавалось дешевое мясо и масло, ставшее вдруг дорогим дефицитом. Народ взбунтовался. В июне 1962 года в Новочеркасске, Ростовской области, рабочие объявили забастовку и вышли на демонстрацию. Поднятые на ноги войска получили приказ стрелять демонстрантов. В кровавой бойне погибли безоружные мужчины, женщины и дети. Уцелевших участников волнений судили, некоторых приговорили к расстрелу. Так печально аукнулась денежная реформа в сфере хрущевской продовольственной политики. А в будущем мы будем жить так, как ни одна страна не живет. Мечтать, конечно, не вредно, но надо напомнить, что в те годы случилась еще одна неприятность. Из-за неурожая на целине были введены талоны на муку, хлеб и макароны. Вместе с повышением цен на мясо эта, казалось бы, безобидная операция по динаминации породила в народе нелюбовь к Хрущеву и массу издевок в его адрес. То, что он на мясо поднял цены, все-таки у нас на заводе сравнительно дешевые обеды были. Я вот сам 10 лет работал в цехе, 10 лет. Я вместе с рабочими обедал в рабочей столовой. Тут же в цехе. Я никуда не ходил, никаких спецтам. Вот все говорят, вот спецтам какие-то. Значит, были заведения. Да никаких у меня не было. Я 10 лет вместе с рабочими питался. Я знаю, что обед нормальный, конечно. Это не ресторанный. Там какой-то салат, значит, там суп, второе и компот. Вот. 40 копеек стоил. Да-да-да-да. 40 копеек. Когда он поднял цены на мясо, стал 70 копеек сразу. А вскоре, уже при Брежневе, мясо в стране вообще стало исчезать с прилавков магазинов. Исключение составляли Москва и ряд крупных городов. Именно тогда появились так называемые колбасные электрички и анекдоты наподобие этого. Мы семимильными шагами идем к коммунизму, а скотина, естественно, за нами не поспевает. Кто бы мог подумать, что хрущевскому рублю предстояла такая долгая жизнь – 30 лет. Но, как говорится, ничто не перпетум под этой луной, особенно в нашей стране. В 1985 году с приходом к власти Горбачева началась перестройка, которую злые языки вскоре перекрестили в катастройку. Основания были – именно в эти годы стали резко падать цены на нефть. И казна стремительно худела. К проблемам экономическим добавились политические. По окраинам страны покатился вал межнациональных столкновений. Центр слабел и начал терять управление. Дело шло к развалу страны. Наступил лихой 1991 год. И накануне развала великой и могучей державы под названием Советский Союз случилась еще одна денежная реформа. Называют ее Павловской по имени отца создателя министра финансов СССР Валентина Сергеевича Павлова, который вскоре пересел в кресло премьер-министра. Что касается реформы Павлова, то тут надо сказать и одно, что это была попытка вскочить на ушедший поезд. Поезд уже ушел. Никакой объективной необходимости в этой денежной реформе не было. Можно было проводить какие угодно реформы. Ценообразование, переводы предприятий на полный хозяйственный расчет и первую и вторую форму аренды или самофинансирования. Но денежное обращение лучше было не трогать. Тот избыток денежной массы, который скопился к тому времени в советской экономике, можно было изъять шлеменными другими методами, не устраивая вот этих жутких цен, когда в течение трех дней надо было обменять все банкноты достоинством 50 и 100 рублей. Вот. Это было совершенно невозможно, несерьезно. Чтобы оценить качество последней советской реформы, для начала обратим внимание на реакцию средств массовой информации на новую затею. В частности, газета «Коммерсант» разродилась вот такой карикатурой. Дело в том, что эта реформа была самой оригинальной. Из обращения изымались лишь две крупные купюры – полтинники и сотни хрущевского образца. В чем же заключался смысл этой поразительной операции, которую затеял последний премьер-министр Советского Союза? Кто-то его надоумил, что очень много денег в крупных купюрах. Крупных. И что эти деньги, они замораживаются где-то. Что, ну, много в то время как-то уже денежное обращение нарушено было. Вот. И многие для того, чтобы хранить в чулках, уже, допустим, не пятирублевыми, а сторублевыми. То есть начали скупка. Скупка крупных купюр. Второе, значит, поступили, по крайней мере, ему сведения, что очень много таких купюр вывозится за рубеж. Эту же версию неоднократно в разных вариациях озвучивал и сам автор реформы. Ну, эти денежные купюры стали очень широко использоваться для подрыва нашей торговли в результате контрабанды. По разным оценкам, ну, я возьму наиболее такую среднюю, оптимальную оценку, за рубежом этих денежных знаков сегодня есть порядка 7 миллиардов рублей. Это странно. Значит, по советскому валютному законодательству, вывоз советской валюты за границу был запрещен в принципе. Советский рубль был неконвертируемой валютой, причем это было сделано совершенно сознательно. Одним из признаков неконвертируемой валюты является запрет на ее вывоз за границы и гражданами данной страны, и иностранцами. Соответственно, любой иностранец, покидающий Советский Союз, был обязан сдать все рубли, которые у него были, и получить по курсу иностранную валюту. Соответственно, все советские граждане, выезжая за границу, были обязаны сдать рубли и иметь на руках только иностранную валюту. Никаких других вариантов не было. Соответственно, те деньги, которые там скапливались за границей, могли быть вывезены из Советского Союза только криминальным путем, то есть контрабандой. Я не уверен, что контрабандой можно было вывезти такое количество рублей. Это раз. Во-вторых, вывезти рубли, которые имели очень слабое товарное покрытие, это два. В-третьих, насколько мне известно от лиц, которые непосредственно занимались подобными операциями, те, скажем так, частные предприниматели, которые работали с Советским Союзом, имеется в виду предприниматели из Венгрии, из Польши, они предпочитали вывозить из Советского Союза золотые изделия. Правда, позже, в своей книге «Упущен ли шанс» экс-премьер-министр подвел более глубокую базу под свои действия на финансовой Ниве. А начиналось все так. Летом 90-го года, примерно за полгода до моей отставки, мне прислал Горбачев. Горбачев, он отдыхал на юге, и прислал мне бумагу, написанную от руки, написанную Павлову. И он предлагал провести вот как раз замену этих банкнотов. Ну, я прочитал, запросил таможенное, значит, ну, тогда не компетент был, управление, таможенное управление, Бояров, Виталий Константинович. Я запросил у него, я говорю, дайте мне справку, что на самом деле вывозят за рубеж. Я получил справку, что на самом деле не то. Когда вернулся Горбачев, в одной из встреч я вытащил эту бумагу. Говорю, Михаил Сергеевич, вот вы мне присылали с юга вот такую бумагу, вот она. Ну, как твое мнение? Я говорю, я считаю, категорически я против. Горбачев, этого не надо делать. Зачем? Во имя чего? Да, у нас расстроены сегодня финансы. Расстроены. Значит, по-видимому, нужны какие-то меры как-то сдержать вот этот поток денег, особенно кооперативные движения пошло и так далее, сдержать. Но таким методом это невозможно сделать. Потом уже смотрите, вот данные по вывозу денег. Вот официально показываю, официально. Вот, я считаю, что этого делать нельзя. Я этим делать заниматься не буду. Даже если вы вдруг хотите этим заниматься без меня, я это делать не буду. Не буду. Он согласился со мной. Я в декабре ушел. 25-го, ну, официально 14 января в отставку. Я в больнице был. Павлова назначает премьером. И первое, что он делает, и я думаю, это с подачи Горбачева, он сам не мог это сделать. Не мог. Он вытаскивает этот документ, знаете, на божий свет этот документ и запускает то, что вам известно. И пошел шум, крик, гам, очереди, проклинания и так далее. Премьер-министр Павлов утверждал, что простые люди от обмена купюр не должны пострадать. Но, пользуясь терминологией премьера, следует заметить, что была, видимо, категория и непростых людей, которым эта реформа вышла боком. Я прекрасно помню этот момент, когда я по телевизору это услышал. Я обрыл себе свои карманы, нашел несколько купюр, достоинственных сумм 10 рублей. Но ни одной 25-рублевой, тем более 50-ти рублей у меня не было вообще. Я так считаю, что все-таки любимая доля населения эта чаша миновала. Но все-таки были богатые люди, у которых было большое количество этих купюр. Уже тогда появился слой кооператоров и малых предприятий, которые и были больше всего озабочены. Значит, был опять же случай жизни, когда моих таких, скажем так, дальних знакомых, у него было все официально. У него был счет в банке, ну, в Сбербанке, да, как у малого предпринимателя, там, как кооператива. Вот. Ему были нужны наличные деньги. Он совершенно официально, перед этой денежной реформой, снял 30 тысяч рублей. Бешеные деньги по тем временам. Снял, естественно, крупными купюрами, ну, что это десятками 30 тысяч рублей, это же чемодан надо целый. Вот он их снял, принес домой, сел в телевизор, включил телевизор, сел в кресло, перелет телевизор, включил его, стал слушать программу «Время». А ему там объявляют, что производится обмен денег, и все купюры образца 50 и 100 рублей надо сдавать через общественные организации, объяснять их происхождение. Вот это для него был очень серьезный шок. Из-за отсутствия мелких купюр сберегательные кассы не производили обмена денег пенсионерам. Возникла угроза того, что за отпущенные три дня обменять деньги смогут не все. Правительство было вынуждено дважды пересматривать сроки обмена крупных купюр. После каждого переноса сроков денежный выигрыш государства от обмена уменьшался. Сразу после обмена он составлял около 10 миллиардов рублей, в марте 8 миллиардов, а к апрелю уменьшился до 4 миллиардов рублей. Тем не менее обмен денег создавал определенные возможности для стабилизации денежного обращения. Однако этот последний для рубля шанс на выздоровление был сорван дальнейшими шагами правительства. Что касается объемов изъятия, я бы не назвал его незначительным. Было изъято 12% от денежного обращения наличного. Это вполне приличная сумма. Но которые потом снова запустили в обращение. Тут уже действительно трудно понять логику. Напомним, что вслед за обменом купюр правительство решилось на еще один отчаянный шаг. На реформу цен, начавшуюся 2 апреля 1991 года. А в результате этой реформы примерно в три раза выросли государственные розничные цены. Был достигнут предел покупательской способности населения и произошло снижение кооперативных и рыночных цен. Однако одновременно правительство пошло на выплату значительных денежных компенсаций. Вследствие этого печатный станок был запущен и уже больше не останавливался. В общем, непонятно, что творилось. Одной рукой отбирали, другой давали. А в итоге рухнуло все. Да, эта реформа была действительно снивелирована. Ну, во-первых, потому что изъятые денежные знаки снова были выпущены в обращение. Ну и, что самое главное, как я уже сказал, Павлов пытался скачать на поиск, который давно ушел. Буквально через несколько месяцев у нас начался развал Советского Союза. В стране появилось сразу 15 миссионных центров по числу независимых республик теперь уже. Каждый из которых по-прежнему печатал почему-то советский рубль. То есть каждая республика решала свои внутренние проблемы, не ввирая на наличие союзного центра. Ну и сам союзный центр столкнулся с тем, что налоговые поступления в союзный бюджет стали постоянно снижаться. И государственный бюджет по-прежнему сводился с дефицитом, покрывал дефицит за счет печатания новых денег. То есть тут уже никакие меры вот такого более-менее легкого изящного порядка уже не работали. Тут надо было действовать жестко, но это уже была другая тема, это была другая реформа. Беловежские соглашения подписали в декабре 1991 года приговор первому в истории социалистическому государству. Исчезла с политической карты мира огромная держава под названием СССР. Вместе с ней канули в лету денежные знаки с изображением первого руководителя государства и вождя мирового пролетариата Владимира Угьянова-Ленина. В январе 1992 года Россия вступила в новую эпоху. Приходится идти на большие жертвы, но большинство граждан понимают, они необходимы для того, чтобы Россия обрела наконец достойную жизнь. Чтобы нашим детям и внукам не пришлось платить еще более высокую цену за нее. Россия разбужена. Она двинулась к рыночной экономике, нормальной полноценной жизни. И как бы ни было трудно, какие бы препятствия ни стояли на этом пути, ход истории уже не остановить. С либерализацией цен в стране стартовали так называемые гайдаровские реформы. А вместе с ними началась гиперинфляция и денежная чехарда. Одни купюры непонятной эстетики сменяли другие. Постоянно менялся и вид разменных монет. Лишь в результате деноминации 1997 года в России появились купюры, которые в 2007 году отметили свое десятилетие. Хочется надеяться, не последнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...